Анатолий Ларин Меня зовут Анатолий Ларин, и я хочу рассказать вам о нашем новом сервисе PR Hero. На русский это переводится как PR-герой. То есть вот эта красная тряпка сзади меня, эта крыша, проплывающая мимо облака, и вид города сигнализирует, как будто я супермен, и пришел решать какие-то задачи, кого-то спасать. Какие же, собственно говоря, задачи мы решаем? Суть нашего сервиса в том, что мы размещаем новости молодых IT-компаний и стартапов в СМИ. Самая главная новость, наверное, для любого стартапа – это запуск проекта, что-нибудь следующее вроде получения инвестиций, набора первого миллиона пользователей и выхода на IPO. Все это интересные сообщества новости. Мы берем эти новости и распространяем их на различных новостных площадках Рунета, чтобы люди узнавали о них и радовались за ваш проект. В начале развития компании «Пиархира» может заменить услуги внешнего пиар-агентства или внутреннего брестсекретаря, потому что, чтобы пользоваться нашим сервисом, не нужно быть профессионалом в пиаре. Мы сделаем все самостоятельно, и вам главное – описать вашу новость на сайте и довериться нам. Немного о цифрах. За 5000 рублей мы гарантируем 7 публикаций. То есть, ваша новость появится на семи различных площадках Рунета, и ее увидят живые люди. Обычно с новостью ознакомляется около 9000 человек, которые могут стать вашими будущими клиентами, партнерами или инвесторами. При этом на схожую баннерную рекламу на этих ресурсах вы бы потратили около 100000 рублей. Давайте рассмотрим подробнее схему работы нашего проекта. Все начинается с этой самой страницы. Это страница заполнения заявки. То есть, проект заходит сюда, описывает свою новость просто своими словами, указывает свой веб-сайт, прикрепляет логотипы или какой-нибудь скриншот, вводит свое имя и адрес электронной почты. Дальше мы вступаем в работу. Начинается этап, который называется поверка инфоповода. Так как мы несем гарантии за свою работу, мы не можем брать абсолютно любые новости. То есть, если у вас произошло какое-то событие, которое интересно только вам и вашим коллегам, мы не сможем распространить его в интернете. Если инфоповод интересный и корректный, мы выходим на следующий этап, на этап оплаты. На этом этапе пользователь оплачивает 5000 рублей. И как только он с этим заканчивает, мы, собственно говоря, приступаем к созданию пресс-релиза. Пресс-релиз – это такой специальный документ, который пишется по специальным правилам, и журналисты привыкли его получать. Кроме этого, мы выбираем целевые сайты, на которых будет осуществляться рассылка. Как я скажу в дальнейшем, в отличие от наших конкурентов, мы не рассылаем пресс-релиз по 500 или 1500 почтовых адресов блогеров и журналистов. Мы выбираем из своей базы максимум 20 СМИ, наиболее подходящих по тематике пресс-релиза. Этап с написанием пресс-релиза и подбором целевых сайтов длится максимум 3 рабочих дня. После этого мы собираем пресс-релиз, целевые сайты и отправляем вам на одобрение. Если вас устраивает список рассылки и пресс-релиз, мы приступаем к следующему этапу. Если не устраивает, мы переписываем. Мы переписываем пресс-релиз до сих пор, пока вы не будете удовлетворены. Следующий этап – это рассылка и сбор публикаций. На этом этапе мы осуществляем основную работу. По своей базе журналистов, которую мы выбрали в предыдущем пункте, мы рассылаем вашу новость. Рассылаем пресс-релиз. При этом мы не просто спаем, мы рассылаем людям новость на личные ящики. Кому-то можем дополнительно уточнить в чате, кому-то позвонить, спросить. Вот я вам послал только что очень интересную новость. Посмотрите, пожалуйста, что вы думаете о ней. Вот это примерно так мы работаем. По кончанию рассылки проходит 5 рабочих дней, и мы отсылаем вам отчет со всеми публикациями. В этом отчете мы публикуем ваш пресс-релиз и собираем все новостные площадки, которые опубликовали новость на его основе. Используя эту информацию, вы можете создать себе пост в блог или поместить их в специальный раздел, который называется пресс-клиппинг. Немного по поводу наших конкурентов. В Рунете есть несколько проектов, которые говорят, что они занимаются тем же, что и мы. На самом деле это не так. B2B-блогер, базный, пресс-уха и экспресс-релиз подтверждают, что они распространяют ваш пресс-релиз по интернету. Они говорят красивые цифры. Мы разошлем ваш релиз на 500, 1000, 1500 адресов журналистов в Рунете. И предоставляют красивые отчеты потом. На самом деле они не несут никаких гарантий. Мы провели эксперимент в своем проекте, воспользовались сервисом базами. То есть у нас пришел заказ от клиента. Вначале мы заплатили базами и распространили релиз через них. Во-первых, это заняло один месяц. То есть от новости до отчета этих ребят прошел ровно месяц. Что согласитесь, для новости немного долговато. Во-вторых, в отчете было написано, что на каких-то площадках был опубликован ваш пресс-релиз. Все эти площадки это помойки пресс-релизов. То есть это сайты, где открыто любой человек может загрузить пресс-релиз и с большой долей вероятности он там останется. Живых людей на этих проектах нет. То есть то, что там получилось 30 публикаций, об этом в итоге никто не узнает. И смысла в этом я особо не вижу. Наш сервис PR Hero был запущен в феврале 2011 года. И на данный момент мы обслужили уже 5 клиентов. Да, это немного, но мы продолжаем расти. Инвестируем всю прибыль в развитие сервиса и маркетинга. Я надеюсь, у нас все получится. Спасибо вам большое. Рад вашим вопросам. Субтитры создавал DimaTorzok